Павла Климену, 8 глава, 31-33 стихи. Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Это мы привыкли говорить в послании, а тогда было просто письмо. Но, слышали, от Павла пришло письмо. И вот они доходят до этих строк, чтобы проникнуться написанным Павлом, давайте представим, что мы члены Римской Церкви. И Павел говорит, кто против нас? Люди могли перевернуться, кто против нас? Да все против нас. На арену мира выходила Христова Церковь. Если бы она выходила с духом экуменизма, все пошло бы по-другому. Но, это сегодня, мы говорим, вот был коммунистически тяжелый режим, вот гнали верующих. В Римской Церкви было не так. Они захватывали территорию, узнавали, какие боги есть, брали этих богов, привозили в Рим и ставили. Этот бог равный со всеми, Ваала, Старта, Марс, Венера, Юпитер, Аскрипий, Кронос, это все божества. Пятьсот. Им сказали, статуи Христа поставили. Помните, фильм смотрели «Капа Гридеша». Он за нее смотрелся и говорит, я Христа сделаю памятник мрамору. Что тебе еще надо? Он рассуждает, как истинный римлянин. Но эти христиане не пошли на это. Они сказали, вот эти ваши идолы стоят. Это деревяшки. Это мертвичина. И принося жертвы им, вы приносите жертвы не камню, а бесам. Бесам никто не видел. Христиане видели. За каждым памятником, в каждом памятнике или еще, там демон сидит. Демон. Да кто против нас? Семьи разделили. Отец против сына, сын против отца, мать против невестки. Христос сказал, и двое против трех, и двое против двух разделятся. Против. Устой государства, это семья, частая собственность, вера в Бога. Все было разрушено христианами. Почему и христиане объявили вне закона? Жалкая кучка безграмотных рыбаков стала провозглашать торжество и ей, какого-то еврейского плотника, который сам себя не мог защитить. Ведь вот как вопрос состоялся. И вдруг Павел им говорит, кто против нас? Они не просто читали это письмо, они рассуждали. А кто вообще не против нас? Вопрос ведь так надо ставить. Римская власть самая долговечная, самая справедливая, какие только власти были. Это нашли евреи. Когда в книгах Маковецких, считаем, они узнали, как у них избирает эту тогдашнюю думу, и как все подчиняются, и как нет никакого раздора еврейским вождям святым. Было положено на сердце, с ними надо заключить союз. Такой справедливой власти не было. Все конституции мира с того времени строятся по принципу права римского. Называется это римское право. И против этого римского справедливого права поднялся голос первых христиан. Они сказали, отпустите рабов. Они сказали, все равны перед Богом. Гонимые всеми. Сегодня это все народы, кроме евреев, избранные на раз. А тогда самые гонимые евреи были. Но против христиан поднялись все нации мира. Все системы мира. Все конституции мира. И евреи. Евреи разожгли ненависть нейрона против христиан. Разные подложные письма обвинялись, что христиане приносят детей в жертву, пьют кровь. Как сегодня христиане обвиняют евреев в этом. Своё получают. Да кто же против нас? Посмотрим историю церкви. Еретики. Им нет числа. Сегодня их число неизвестно. Но известно, что больше 20 тысяч. Все против истины Христовой. Все. И все себя называют церковью. А они никто. Совершенно никто в очах Божьих. Они приранялись к самым страшным грешникам. Страшнее убийц. Потому что ты убийца, блудник. Агафон согласился со всем. Но сказали еретик. Нет, вытер слезы. Это там увлечение страстью. А еретик это добровольное отвержение ума от ума церкви. От ума Христова. Итак, кто против нас? Все. Куда ни глянь, все против нас. И вот здесь живете вы. Не такие уж вы и христиане, это твердые. Но все-таки все знают, что здесь живут вебыщие. Как они к вам относятся? Попы собрались здесь. Всякими кличками вас награждают. И с усиками детей называют. И тогда Павел говорит. Бог за нас. Всего только один. Но где Бог, там большинство. Там все небо. Разве я не могу 12 легионов ангелов вызвать? Могу. Но почему Бог за нас? Чем мы отличаемся от других? Если их не защитил, тех подпредал. Город разрушил. Веру порушили. А почему Бог за нас-то? Откуда у нас эта уверенность? Павел подтверждает. Тот, который сына своего не пощадил. Ради меня. Мы должны это усвоить. Да, умер он на Голгофском кресте. Ради меня. Он шел и повторял. Отец, я иду умирать. И повторяет твое имя. Павел, Игорь, каждого. Я иду умирать за тебя. Как мы дорого для него, мы это не знаем. Мы знаем радость возвращения блудного сына. Получил перси, обувь, одежду новую. Но радость отца, она в проповеди почти не звучит нигде. На небе ангелы радуются. А раз ангелы радуются, они сорадуются отцу небесному. Он за нас. Он предан был за всех нас. Да как же он нам не дарует и всего, что у него есть. Какой простой выжить. Нам небо принадлежит. Мы родились для неба. Это временная жизнь, подготовка к вечности. И мы должны согласиться с этим, что нас все здесь любить не будут. И к этому не надо стремиться. Если это не счастливец, он обязательно будет против нас. Блудник, он против нас. Убийца, пустозвон, будет против нас. Любой депутат, обманщик, он будет против нас. Мне в жизни пришлось этот стих на себе опробировать на каждом шагу. Против меня кто не воюет только. Особенно сейчас мои слова зафиксированы в книгах. Баптисты все против меня. Мусульмане против меня. Евреи против меня. Коммунисты не надо говорить. Там я упоминаю их шесть тысяч раз на кем проявлений. Старобрядцы против меня. Попы православные против. Вчера разводит священник мне и говорит. Закончился собор архиерейский в Москве. Там присутствовал ларион. Диамида Щукотского, который патриарха назвал Иудой. Против укунического движения. Отлучили, сняли сам. Такого вообще за всю историю советского периода. Не надо одним епископом не было. Мы всегда его упоминали. Я о нем пишу неоднократно в книгах. Ну а сам-то пути не знает Диамид. Он-то и увидел, что дальше так нельзя. Полностью предыдуем все развалили. А нам говорят. Вот оно ваше православие. Это не наше православие. Это православие волков лютых. Которые вошли в овчар, велищие стадо. И говорят превратно, чтобы за собой увлечь. Значит патриарх подписался. Иларион восстал или нет против. Меня сейчас это интересует. Нет ли его там этой подписи. Которая во благо никому не будет. Диамид был неприкасаемый. Когда он восстал, с первого дня он в реестре воин молитвы. Каждый день. Я с ним связь не отступил. Меня прошу почему. Я вижу, что он опять в монастыре. На анадыре. Ему не дорасти до этого. Чтобы прямо пойти по евангельской истине. Итак, единодушно подвязать за веру евангельскую. Если я единодушно с апостолами за евангельскую веру. За евангельскую. Меня верят не православным. Монахи все против меня. Все до одного. И мне уже просто на смс бросают. Они вам никогда до смерти не простят, что вы их раздели до гола. Я ничего не раздевал. Я поставил в свет евангельских истин. Куда я не кину взгляд, нет ни одного течения, которое было бы не против меня старовляться. Готовы меня, говорится, несваренного съесть. И несмотря на это мы знаем, кто мы. Как дорого за нас Господь заплатил. Ты никогда не ищи благоволения человеческого. Кто угождает человеку, никогда не будет рабом Божиим. А раб Божий под особой охраной, защитой. Особая грамота ему дана. Мы не узнанные дети царя небесного. Златоусы задавали такой вопрос. Но если мы так дорого стоим, и столь мы не стоим на мощах Божьих. Почему нас гонят? Потому что они нас не узнали. Запыленные, пропотевшие. С грязными зналенными. С окровавленными руками. Нас били. На нас раны и рубцы. Нас никто узнать не может. Но в судный день вся эта шелуха, вся эта кожура, шкура эта уйдет. Этой коры не будет. Будет показано любящее Бога сердце. И кого гнали, которых весь мир не был достоин, Павел говорит. Они скитались в козьих кожах по ущельям гор. 1 Иоанна 4,4. Дети вы от Бога. И победили их. Ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Вы всегда знаете, что в нас должен быть Дух Святой. И об этом молиться надо, Союз Небесный. Прийди и вселися в нын. И кто будет против, скажи, а тот, кто во мне больше того, чем в тебе. Твой хозяин искушает меня. А мой хозяин больше твоего. Он не даст мне быть искушаемым. Сотвори молитву. Все будет по-другому. И каждый день считай последним. И ты увидишь, что против никого нет. А которые против, Златоуз говорит, могут зло сделать, но сделать нельзя. Потому что я благодарю. И он высек искру славы Божией. Победа на стороне врага только тогда, когда мы заропшим. Вот Сатана тут хлопает в ладоши тогда и доволен. Все. Смущение, молитвы настоящего человека нет. Он человека поставил на сторону недовольства промыслом Божьим. Что в нашей жизни есть? И скажи, это самое наилучшее. Как он меня любит с детства? Как он меня вел? Вы думаете, случайно, когда я спрашиваю, то, как обратился к Богу, некоторые из вас ведь так и не написали. И это не случайно. Нечего писать. А если писать все, ты только покажешь такое, ну, ты сам увидишь, что ты совсем не такой. Каким должен быть? Судя по возрасту, вам надлежит быть учителями, а в основном нужно кормить молоком Павелкова. И апостолы говорили неоднократно это ученикам. Первое царство 146. Для Господа нетрудно спасти через многих или немногих. Если Бог укрепляет руки, дает силу, никто не может устоять. Нигде. Вот представьте, что Константинополь, столица во время Римской империи, вся захвачена еретиками. Одни еретики, одни сектанты. И одна домовая в дому церковь. Как у батюшки в доме, на втором этаже. Все захватили еретики. И епископы все подписались, какое-то одноменческое движение было. И Сергий Сроговодский там был. Они все вновленцы. Но вот встает один протоньяк, Анафанасий. И никто не ожидал, что будет дальше. Он прямо поставил вопрос перед Арим. Один вопрос. Кто судить нас будет? Скажи, Арий. Может быть сказал достопочтенный. Арий выглядел очень импозантно. Выгодно для всех отличался. Стройность у него в речи была, в движении, в одежде. Когда в еретиках пишут, то говорят, он такой, как немцы раньше показывали в фильмах, сключенная. На мнение похоже. Нет. Арий был привлекателен. И Арий ничего в этом вопросе не увидел. Он ответил. Ну как написано? Христос. Но если он не Бог, как он может судить? И Арий задумался. Вот эти минуты, которые он думал, как молния пронеслась по собору. Один за другим епископом стал вставать. Если он не Бог в самом деле, а просто один из лучших сыновей Божиих, как неговисты понимают. Действительно, и суда Божий тогда нет. Тогда все христианство рушится. И отказывается от своих подписей. Второе убирать. Третье. Все повернулось по другому. В один день, в одно мгновение. Простой вопрос. А могли сказать, а кто за нас? За нас истина. Быть может, среди вас растет такой герой веры, который пробудет страну. С него начнется преображение. Какой-то реформатор будет в церкви. Вы только не спите сейчас. Слушайте. Слушайте и складывайте себе. Не знаю, насколько это достоверно. Я слышал в самом начале своего обращения. Будто бы в каком-то собрании. Православное или сектантское. Не знаю. Уже все расходятся. После богослужения. И видишь, что священнослужитель печальный сидит один. Подошел мальчик. Поинтересовался. Он говорит, сколько проповедей говорим, а никто не обращается. Почему? Я уже Бога спрашиваю. Он говорит, как никто, а я? Ну правильно, ты. Ты один. За последние три года, кроме такого, тебя не было. Это будет дальнейший знаменитый проповедник. Через которого тысячи людей найдут путь Господу. Самое незначительное. Через немногие Господь может сделать многое. Второзаконие 33, 29. Блажен ты, Израиль. Кто подобен тебе народ, хранимый Господом? Чтобы и она смогла сказать, кто подобен вам, живущим здесь, хранимым Господом? Я сегодня пришел. Наружная дверь храма не закрыта. Палочка подперта. Храм. Здесь находятся визы, священные сосуды, ни одной решетки нет, огромные окна. Любой хулиган зайдет, все утащит. Прошу, почему? Ну, у нас так принято. Храм открытый. А вот эта вторая дверь уже после тамура. На внутренний замок. Это все же за отношениями. Израильский храм охраняли тысячи человек. Тысячи. Иденно и мощно столетиями. Во-первых, это неправильно. И в то же время хранит Господь. Я батюшке предлагал уносить ризы, священные сосуды после каждого богослужения. А то два-три человека зашли, унесли, все хранится. Это большие тысячи денег. Их пробьют, и, говоришь, на портянке их сделают. Тоже об этом помолитесь. Кто за нас? За нас Господь, и Он нас возумлять должен. Поревнуйте об этом. Первый учитель, священник, старосток, смотрителю. Бытие 15.1. После своих происшествий было слово Господа к Авраму. В видении сказано, не бойся, Аврам. Я твой щит, награда твоя весьма велика. Нас Бог потешает, не бойся. Вот это слово не бойся звучит. И мы можем его принять от Господа. Хотя оно к Авраму сказано, когда мы поступаем, как к Авраму. А если мы по прихотям своим поступаем, спим, слово Божие в пренебрежении, то это слово к нам не относится. Бойся и трепещи. Господь на ленивых, Господь на сонных. Он вытряхивает ненужное. Он говорит, со святильником осмотрю Израиль. Исайя 57.9. Говорит, и Господь Бог помогает верному. Перед нами великая задача, ничем не огорчать Господа, не отогнать Его. Как говорят святые отцы, мы грехами своими отгоняем Дух Святой, как дым отгоняет пчелы. Исайя 54.17. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. И всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рогов Господа. Оправдание их от меня, говорит Господь. А ты сегодня при себе вместе, придешь домой, у себя друзья, близкие дети, а когда ты совершенно один? Вот даст Господь тогда испытать помощи неоткуда. Угрозы со всех сторон сыплются. И вдруг Бог все развеет, угроз никаких нету. Начинается рассвет и новый день. Я с тобою. И Господь испытывает народ свой. Иеремия 1.19. Они будут радовать против тебя, но не превозмогут. Ибо я с тобой, говорит Господь, чтобы избавлять тебя. Все пророки утешительными словами поддерживали ослабленные руки и колени. Я с вами. Но наш Иерусалим разрушен, сожжен. Я с вами. Драгоценность всей земли израильских рамок. Развален, камня на камне нет. Как рыдали евреи. Платили большие деньги, чтобы с холма разрешили им посмотреть на Иерусалим. И то это паломничество случалось редко. А Господь их утешал. Я с вами. Не в храме дело. Сегодня так далеко все ушло. Вот начни спрашивать, что такое православие? Ну что православие? Ну вот мне звонят православные на неделе. Звонят с тревогой в голосе. Вот мы собирались, и одна из наших близких людей, и вот сейчас на нее все ополчились. Вы думаете, что она сделала не так? Вначале думаешь, ей нужна помощь. А потом я увидел. Помощь очень кардинальная нужна. Освещение. Освещали воду. А потом второе богослужение, видимо, было. Освещает снова. А она осветила бутылку, эту освещенную с этими поставила. И эту бутылку воды два раза осветили. То есть энергетика превысила допустимый уровень, так скажем. Она ревет, сейчас сидит эта женщина, бабушка. На нее все напали, что ты наделал. А что с этой водой делать, они не знают теперь. Я пришел к батюшке и сказал, батюшка говорит, это самое настоящее наше. Это так и есть. Да кто знал, какую освещенную воду? Ты открой Библию с конца до конца. Освещение – это сам Господь. Она должна быть освещенной водой, но никак не больше. Покрапи скотину в огороде, чтобы все росло. Но не умирай ты перед этим. Нет освещенной воды. Да все освещено, если свободно. Ну кто нам свет освещал? Кто нам воздух освещал, которым дышим? Ну почему-то об этом. Ну башни еще скотину освещают. А от чего скорбь печаль? Христа не знаю. Да хоть десять раз засвещайся. Она мне говорила, я говорю, все углы уже дома пропарила. Целую кадушку воды затаскала, освещенной-то. А сама живет в грехе и ничто, он мне не помогает. Ну как она поможет? Вот этой кадушке, может, демоны ночуют у тебя. Он демон-то боится не святой воды, и даже не креста. Он говорит, я боюсь, когда люди живут дружно и свято в любви. Этого я терпеть не могу. Когда люди показывают смирение перед Богом, перед старшими. Это у нас сейчас привыкли за ребенка умирать. Какое ненависть? Это мой ребенок. Ему нельзя сделать замечание. Это мой. Мое чадо я родил. Закон израильский гласил так. А если сын не слушается, вот и пьяница. Родители должны были первые пойти к старейшинам и сказать. Сын наш, вот и пьяница. И положить руку на голову его, и в этот же день он будет убит камнями. Это закон был. А если родители не скажут, туда же им дорога будет. Вы в детях должны увидеть кандидатов в небо. Потому Бог их поселил с вами рядом, в одном доме, чтобы вы смогли передать самое лучшее, что у вас есть. Не заступайте. Вот у нас мать ни разу за всю жизнь не заступилась, ни за кого. Я один раз, когда пришел, загнали меня в снег, вот ребятишки. Я ногу-то вытащил, а Валенок остался, босиком побежал. Ну нашелся старик, Валенок этот вытащил. А матери сказала, а мать узнала то, что не от меня. Она мне добавила, ни лес куда не надо. На десять репетишек и мать бы за всех заступалась. Да кто против нас, если мы будем жить свято, чисто? И ты в каждом вопросе ставь, а кто против нас? У человека три врага. Загибай по пальцам. Первое, дьявол. Дьявол и все его воинство. Выходя из зла, мы говорим, опрекаясь сатаны и всех дел его, и всех аргелов. Второе, это вот этот окружающий мир безбожный. Безбожная жизнь, условия, изобретения, телевизоры, компьютерные игры. Это мир мирское. У верующих игр нет. Игра дорого стоит. Народ ел пить и стал играть. И ни один живым не был. Бог сразу всем вынес за одного смерти приговора. Игра закончилась катастрофой Израиля в пустыне. И третий, ты. А кто из них самый главный? И самого главного врага ты можешь увидеть сегодня. Подойди к зеркалу. Если дьяволу Бог разморжил голову на Голгопе, этот мир осужден Богом, то выбор в самом себе ты должен сделать сам налево или направо, с Богом или с сатаной. Вот самый главный враг. Не президент, не враг, не мусульмане, не евреи. Так и говорится. Это первый шаг. Победи этого врага. Срази его, проколи его. Обезглавь. Отвергнись себя. Отвергнись. А потом смиренно скажи, все, что ты дашь, понесу. Возьми крест свой. И далее. Бильный из рук не выпущу. Каждый день буду смиряться, как я иду. То есть исследуй за мною. Три пункта всего. Но не так же это трудно. При желании. Иеремия. 20.11. Но со мною Господь, как сильный ротоборец, потому гонитель мой споткнулся и не одолеет, сильно посрамятся, потому что поступали неразумно. Посрамление будет вечно, никогда не забудется. Можем ли мы это сказать? И кто против нас воевал? Я вас побуждаю к письменному свидетельствованию о славе Божией. Покажи, кто против тебя был. И посмотри, где. Если я покажу тебе, кто воевал против меня, ты ужаснешься и скажешь, неужели они трупы? Никого нигде нет. Притом необычной смертью. Необычной. Я говорю, в которой статьи писали, из-за чего гнали нас в газете. Самый лучший журналист, значит, мне выходом в подвале. Вот он, житель, оставил дом свой. Инсульта его нету. Я ничего ему не делал. Почему? Я сильно ротоборился. Враги сильно посравятся. Ко мне подходят сейчас коммунисты даже и поздравляют с победой, которую я подал в суд на ГТРК против телевидения. Мы тоже вам помогали. Я так поделился. Как помогали? А вы же против меня были. А всем охота примазаться к победе Христовой. Это чудо, когда Господь за нас. Евангелие от Иоанна 10, 28, 29. И я дам им жизнь вечную, и не погибнут вовек. И никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех. И никто не может похитить их из руки отца моего. Все время помни об этом. Отец искупил меня. Отец за меня сына отдал. Я в его руке. У евреев есть такое пожелание. Мы говорим, ну добрый путь, ангел охранителя. Они говорят, душа твоя, да будет завязан в узел у Господа. Вот когда в узел положишь, завяжешь, там ни одна копейка не выпадет. Хорошее выражение. Как в узел завязано, а узел этот потом надевает на пояс к себе. Так ты еще вытряхнешь. Как мы цены перед нашим спасителем. В самом деле завид, я это понимаю, в 117.6 Псалом. Господь за меня не устрашусь. Что сделает мне человек? Да Давид, чего тебе не делали. За тобой тень сгонялся всю жизнь. Жен отняли. Сыновья против тебя. Жена тебя опозорила. Так ты унизился перед служанками. Он нашелся, что я ей ответил. Я еще больше унижусь и буду велик перед Господом. Он до смерти, он почти часа бегал. И говорит, а кто против меня? Ты забыл, да вы, свою биографию. Слава Христова тогда уже держала его. И показывала, что никто не сделает нам зла. Вы это чаще повторяете. Что-нибудь совершенно непереносимое кажется. Встань на колени и скажи, я искупленное щадо. Сатана, отойди от меня. Не искушай меня. Он испытывает меня. Святые молились так. Испытай меня, Боже. Выйдусь чист, как золото. Псалом 26, 1, 3. Господь, свет мой и спасение мое. Кого мне бояться? Господь, крепость жизни моих. Кого мне страшиться? А он бегал. Однажды его спасло только то, что он прикинулся сумасшедшим. Распустил слюни по бороде. Пальцем что-то на воротах чертил. Его посчитали ненормальным и сумасшедшего дома сбежавшим. Прогнали. И благодаря этому он спасся. И опять пришел и говорит, а кто против меня? Да ты же, Давид, понимаешь, у тебя врагов больше, чем друзей. Его не хотели царем ставить даже. Сын против него поднял восстание. Они сразу переметнулись на сторону и столом. Он говорит, а кто против меня? И в конце жизни мы скажем, если мы с Господом. Со мной Господь. Передо мной мытарство. Миллионы демонов будут преграждать нам путь к Царству Небесному. Но кто против меня, когда со мной Господь? Да скажет душа. Аминь. Аминь. Продолжение следует...